С 1 января в госпитале ветеранов войн нет самостоятельного урологического отделения. После реорганизации 15 коек, то есть половину, передали отделению хирургическому. В 2018 году мы проанализировали в том числе работу коек урологического профиля, в том числе в госпитале ветеранов войн. Там было 30 коек круглосуточного стационара. Мы выяснили, что койки эти работают по медицинским статистическим показателям с недостаточной нагрузкой. Решение принято исходя из федеральных нормативов в расчете объема медпомощи на жителей региона по федеральному законодательству. Содержать такое число коек для медучреждения невыгодно. Реорганизация позволит сэкономить 9,5 миллионов в год. При этом тот вид услуг, что оказывался в отделении, по словам врачей, можно оказать силами хирургического отделения в условиях дневного стационара. Здесь прирост 10 коек. В месяц порядка 50 человек у нас должны были получить стационарное лечение по урологическому профилю. И получается, что у нас, согласно уже полученной территориальной программе госгарантии, количество не уменьшилось. То есть эти же 50 человек в месяц у нас будут находиться на этих 15 урологических койках. По словам главного врача госпиталя Эльмиры Каримовой, ни одного сокращения среди персонала не произошло. Все работники получили должности в том же медучреждении. Бывший зав. отделением будет работать штатным врачом. Все согласились с теми предложениями, которые мы им предложили. Да, я понимаю, что должность заведующего отделением, проработав заведующим отделением, ему может быть и обидно. И министр ему говорил, мы встречались вместе с ним, к министру, министр нас приглашал. И с министром был разговор на эту тему. То есть не просто так, ни проговоренного никого нет. Для пациентов госпитальная реформа пройдет без изменений, обещают врачи. Даже переезжать урологии не придется. И качество оказания помощи тоже не пострадает. Нравится отношение врачей. Здесь совсем какое-то другое отношение. И вы знаете, как начинают с утра и до вечера. Здесь и уборщик, смотришь, повара, как-то все, все, все. Нет у тебя сил, они не стесняются книгам, что такое делают. Молодцы. А вот организации, отстаивающие интересы ветеранов, к переустройству госпиталя отнеслись настороженно. Особенно в преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана. Ветераны должны лечиться в специализированном учреждении, равномерно в течение года проходить диспансеризацию. На сегодняшний день нас тоже не устраивает афганцев, что идет вот такое сокращение. Но с другой стороны, загруженность урологического отделения отсутствует сегодня. Вот мы можем сейчас даже пойти, там пустые койки. Перенаправить в госпиталь ветеранов пациентов иных медучреждений, чтобы сохранить численность коек, нельзя. Это противоречит законодательству. На текущий момент реорганизация урологических коек в госпитале ветеранов – решение принятое. Насколько оно было верным, медики узнают на практике. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.